А в самой Раде тоже было неспокойно. Как нерадивые студенты за день до экзамена, нардепы пытаются объять необъятное. Принять законопроекты о реформах, пенсионной и медицинской, утвердить новую редакцию Конституционного суда и еще с десяток не менее важных вопросов. И тут, конечно, без традиционных парламентских демаршей не обошлось. Подробнее Ирина Романова. После вчерашнего прогула в Раду подтягиваются депутаты, которых во вторник лишили иммунитета. Я вчера сам ходил в НАБУ. На жаль, меня не допытывают. Я сегодня был в Генеральной прокуратуре. Пришел на работу и Михаил Добкин. Оппозиционеру сегодня предстоит такая же процедура, как и его пяти коллегам. Сам нардеп не исключает худший вариант. Арест прямо в сезонном зале. У меня в машине лежит тревожный чемоданчик, потому что я уже знаю, что необходимо, чтобы было с собой. Спортивный костюм, кроссовки. Ну, естественно, зубы чистые по утрам. Депутаты тоже чистые. Понервничать Добкину сегодня придется. А вопрос о привлечении его к уголовной ответственности запланирован на 17.00. Мы не будем поддерживать то, что, во-первых, считаем, что справа абсолютно надумана в 10-летней давности. А самое главное, что это черговое шоу, чтобы отверстили внимание общества от тех экономических и политических проблем, которые есть в стране. Нужно принять закон о ликвидации недоторганности всех от президента, судей, парламентарей. И тогда таких вопросов не будет. Кроме вопроса снятия иммунитета, в повестке дня несколько десятков законопроектов. Сначала организационное утверждение плана работы следующей сессии с 5 сентября по 2 февраля и продление нынешней. Трижды спикер ставит предложение емцы на голосование, но депутаты упрямо не желают перетруждаться. Не поддерживают они идею ударно поработать сегодня, без обеда и до упора. Не успевают перейти к повестке дня, как фракция «Самопомощь» и «Батьківщина» просят о перерыве. Позже оглашают свое решение. «Самопомощь» за поддержку фракции «Батьківщина» и других депутатов пропонує начать с изнятя недоторганности с пана Добкина продолжить ухваленням закону про обмеження недоторганности. Андрей Порубий призывает все же придерживаться повестки дня, для начала внести десяток законопроектов. Один из них о противодействии угрозам над безопасностью в информационной сфере. «Цей законопроект позволяет блокировать сайты без решения суду по решению прокурора або навіть следчего, если на этих сайтах найдется информация, которая подпадает под визначение так званого технологического терроризма. Тобто, будь-яка людина, которая пытается влиять на органы государственной влады, например, этот митинг, который мы сейчас видим под стены Верховной Рады, может быть признан технологическими террористами. А эти засоби массовой информации, которые выяснили эту деятельность, могут быть заблокованы без решения суду». Документ, впрочем, в повестку дня не попадает. Но и без него сегодня есть над чем попотеть, в частности, до новой редакции закона о Конституционном суде, который Рада рассматривает во втором чтении уже в третий раз. «Мне здаётся, что все безвинятки дискуссийные речи сняты в этом законопроекте и был бы очень вдячен, если бы мы его поддержали». Депутаты от самопомощи Батькивщины БПП имени Фракционная призыву коллеги не внемлют, блокируют трибуну и выкрикивают в мегафон свой начать со снятия иммунитета. Первый вице-спикер не выдерживает. «Не взрывайте работу парламенту! Сядьте на место и выполните вашу работу!» Авторы поправок законопроекту, их почти 600, озвучивают свои предложения. Их перекрикивают с трибуны в мегафон. После двухчасовой какафонии наконец приступают к голосованию. «245 за, закон принятый». «Опозиционный блок поддерживает, несмотря на то, что определенные протирательства в этом законе есть, и, конечно, увеличиваются возможности влады по впливу на Конституционный суд, но мы считаем, что доценно делать реформу». Новая редакция, кроме изменения структуры и полномочий суда предусматривает проведение конкурса на должность судей, но это в перспективе. Сегодня же нардепам тоже пришлось выбирать независимого аудитора НАБУ из четырех кандидатов. Александра Яновская, Сергея Гончаренко, Марты Борщ и Карлоса Кастреса. Голосов не хватило никому. Спикер отпустил нардепов на обед. После перерыва в планах изменение в бюджет, пенсионная и медицинская реформы. Последнюю, впрочем, не подписала глава профильного комитета Ольга Богомолец. Она преобразование не поддерживает и должна была выступать по этому вопросу. В перерыве Богомолец почувствовала себя плохо, поднялось давление, и она потеряла сознание. Нарда повезла скорая. Атака, предложенная Минздравом, реформа не по душе не только Богомолец. Медичная реформа в том выгляде, в котором она пропонуется, она неприпустима. Фракция оппозиционного блоку принципово голосует за все вопросы, которые могут покращать жизнь людей. Вопросы, на которых мы сейчас сосредоточимся, это то, чтобы увеличить социальные стандарты. Против выступаем нынешних тарифов и требуем их скасывания. Вопрос о коммунальных тарифах в сегодняшней повестке дня нет. Что касается изменений в медицинской сфере, то они вызвали неоднозначную реакцию не только в парламенте, но и за его пределами. Ирина Романова, Анна Каменева. Подробности. Телеканал Интер. Продолжение следует...